Всем привет, друзья! Тренируясь на улице в холода, необходимо помнить о нескольких важных правилах, которые помогут не подхватить простуду. Нужно знать, как одеться, при какой температуре заниматься, сколько должна длиться тренировка. Что касается температуры. По мнению врача Сергея Логутенко, оптимальный температурный порог для занятий на улице – минус 10 градусов. Можно тренироваться и при минус 15-20 градусах. Но тогда значительно больше шансов простудиться. Вдыхать нужно всегда через нос, выдыхать через нос или рот. Одежда. Нужно одеваться многослойно. Понадобится комплект термобелья. В нем не перегреваешься, при этом сохраняется тепло. Если термобелья нет, его можно заменить на хлопчатобумажную футболку и обычные подштанники. Сверху надевается шерстяной свитер или хлопчатобумажная толстовка, штаны, легкая куртка или ветровка. На голову обязательно нужна двухслойная шапка, внутренний слой – флиз или хб, а верх – синтетика. На ноги шерстяные носки, теплые кроссовки или ботинки. Из-за верхней одежды уменьшается амплитуда упражнений, например, подтягиваний или отжиманий. Поэтому для облегчения выполнения элементов после разминки, когда тело хорошо разогреется, куртку можно снять. Отдельно стоит сказать про перчатки. Подойдут строительные с пупырышками, но в них быстро замерзаешь. Можно надеть шерстяные перчатки, не толстые. Руки на турнике будут немного проскальзывать, поэтому придется усилить хват. Разминка. Самые простые базовые элементы – это отжимания и подтягивания. Во время разминки их нужно делать не на максимальные возможности. Остановиться следует тогда, когда руки уже устали, но вы можете еще отжаться раз 5-10. То же правило и для подтягиваний. Упражнение на пресс 10-20 раз. Для каждого элемента нужно сделать три подхода. Суставы запястья, колени, стопов и локтей нужно размять круговыми движениями, плечевые – махами рук. Мышцы шеи разогреваются полукруговыми движениями от плеча до плеча. Между элементами желательно не делать передышек. Итого разминка должна занять примерно 10-15 минут. Вы готовы перейти к упражнениям. Станет жарко, но тело не вспотело. Питье. Зимой обезвоживание такое же, как и летом, поэтому пить необходимо. Это должна быть чистая или минеральная вода, без газа, теплая. Для поддержания температуры можно использовать термос. Выпивайте 100 граммов воды каждые 15-20 минут. Тренировка. Зимой следует исключить все сложные элементы из комплекса, оставив лишь базовые. Подтягивания, отжимания на брусьях и от земли. Подъем прямых ног в висе на турнике. Выход силы на одну или две руки. Приседания и выпады. Все упражнения выполняются медленно, а не рывками. Тренируйтесь раз-два в день по 30-40 минут, если хорошо подготовленный час. Лучше заниматься через день, потому что у мышц идет восстановительный процесс. Крепатура. У некоторых людей крепатура занимает 2 дня, поэтому стоит подождать, пока боль в мускулах не утихнет. Перерывы между упражнениями должны быть сведены к минимуму. Во время пауза все равно нужно двигаться. Например, пройтись пару минут или повторить облегченные разминочные упражнения, но с малой амплитудой и частотой. Самое важное в занятиях зимой на улице – сохранять баланс разогретого, но не вспотевшего тела. Хорошо, если спортивная площадка находится во дворе дома, чтобы после упражнений была возможность сразу зайти в теплый подъезд. Вот такие вот несложные обстоятельства, которые нужно выполнять зимой в зимнее время. Надеюсь, вам все понятно. Всем пока!